Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» о главных новостях региона. Расскажут мои коллеги и я, Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Алгоритм для вкладчиков. Вопросы, выплачу ваш кредит Промбанка, обсудили на открытой встрече. Лицо города, районного центра, села. В столице Чувашии состоялся круглый стол по вопросам повышения качества жизни. Свой дом. В районах республики готовятся к реализации льготной государственной программы. Благоустроенных дворов и общественных пространств в республике должно быть больше. Как прийти к этому совместными усилиями обсуждали сегодня за круглым столом главы городов и районов, председатели объединений, собственников и профильные министры. О новом парке в Яльчикском районе говорят по всей республике. Колоритная скульптура, уютные скамейки и благоустроенные цветники – это одна из лучших практик Чувашии в реализации регионального проекта формирования комфортной городской среды. По той же программе в этом году заметно обновился и Мариинский посад. Что в городе, что на селе, в благоустройстве территории заинтересованы и сами жители. Для этого работает программа инициативного бюджетирования. Более шести сотен проектов в этом году получили реализацию. Время строить планы на будущее. На каждом совещании заслушаем глав сельских поселений. И в этом году примерно у нас где-то 25-27 проектов будет из 9 сельских поселений. В основном, сейчас акцент мы сделаем на ограждении вокруг кладбищ, установке заборов, реконструкции памятников. И в некоторых населенных пунктах это ремонт и строительство дорог. Мы вовлечены, или жители населенного пункта, или микрорайона вовлечены, участвуют в проекте. Кто-то рубль кладывает, кто-то 10 рублей, кто-то 1 тысячу рублей. Предприниматели там несколько тысяч рублей кладывают. К этим выполненным работам и к этим объектам совсем другое отношение всех жителей. Мобилизация людей здесь очень важна. Поэтому наша с вами задача в 2020 году еще лучше сработать. Но для этого сейчас надо проводить работу по тем проектам, которые у вас уже есть. Активные жители и в Чебоксарах. На круглом столе присутствовали председатели территориальных объединений и собственников. Они ведут работу с жильцами многоквартирных домов, привлекая тех к обустройству дворов. Сегодня наш ТОС Кадыковский имеет готовый проект по созданию нового комфортного двора по проспекту тракторостроителей 21, 23, 27. Он рассчитан на сумму более 5 миллионов рублей. Мы запланировали ремонт асфальта, проездов и тротуаров, установку детского и спортивного оборудования, газонное покрытие для футбольного поля, устройство освещения. Разрабатывать проекты и проходить процедуру согласования – сложнейшие этапы. В прошлом году из-за неверно оформленных документов не удалось освоить федеральные средства. В этом году деньги перераспределили на уже готовые проекты. Дующий год Минстрой по поручению главы Чувашии разрабатывает типовой пакет. Сегодня наложена работа, то есть главным архитектором, центром ценообразования. То есть мы сегодня формируем проекты, ряд проектов, то есть это порядка 30-40 типовых площадок будет разработано. Они уже в работе, то есть уже работа завершается. То есть я всем главным говорю, что вам только придется привязать эту типовую привязку. То есть там будет подсчитана цена, будут определены мафы, будут размеры этих площадок. Вам только нужно будет выбрать и привязать к своему населенному пункту и к этим самым, ну к своим реальным действиям. То есть эту работу мы провели по указанию Микра Васильевича, по поручению. И это будет, я считаю, большую помощь. То есть нужна привязка, будем работать вместе с вами над привязкой. Но проекты, еще раз говорю, готовьте заранее. Михаил Игнатьев поручил назначить людей, кто будет в малых городах и районах, отвечать за подготовку проектной документации и следить за тем, чтобы новые архитектурные формы не диссонировали с обликом населенных пунктов. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. В Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии вернулся Иван Исаев. Назначение состоялось прямо на рабочей встрече. Назначить Исаева Ивана Васильевича министром природных ресурсов и экологии Чувашской республики. Кандидатура согласована в профильном министерстве страны. У Ивана Васильевича большой опыт работы в отрасли. Готовы доверие оправдать? Михаил Васильевич полностью готов работать министром природных ресурсов нашей республики. Впереди большая работа. В рамках национального проекта «Экология» предстоит провести лесовосстановительные работы, реализовать программы оздоровления Волги, чистая вода и другие. Сегодня глава Чувашии встретился с генеральным консулом Турции в Казани и с метамериканом. Он недавно вступил в свою должность и впервые приехал в наш регион. Турция и Чувашия – давние партнеры. И сегодня стороны обсуждали вопросы сотрудничества и укрепления российско-турецких отношений. Михаил Игнатьев отметил, что в последние годы товарооборот между Чувашией и Турцией увеличился. Экспорт за текущий период 2019-го составил более 2 миллионов долларов. Импорт – более трех. Чувашия поставляет в Турцию химическую и электротехническую продукцию. С этого года начали отправлять и кухонное оборудование. К нам оттуда привозят фрукты, овощи, восточные сладости, одежду и ювелирные изделия. Обе стороны готовы к расширению сотрудничества. Мы готовы создать еще такую благоприятную среду, чтобы бизнес-миссия предпринимателей была на территории республики. Покажем предприятие, производство. Есть территория, обережающая социально-экономическое развитие, где любовные условия налогообложения, которые стимулируют реализацию любого производства. Стороны определились, что в ближайшее время в Москве и в Турции проведут бизнес-презентацию нашей республики. Чтобы чувашские и турецкие предприниматели могли расширить торгово-экономические контакты, найти новых партнеров и клиентов. Когда и где начнутся выплаты вкладчикам Чувашкредитпромбанка? Кому они положены в первую очередь? Куда обращаться, если вы не обнаружили своей фамилии в реестре кредиторов? Сегодня на эти и многие другие вопросы отвечали председатель кабинета министров Чуваши Иван Моторин и представители агентства по страхованию вкладов. Подробности у Ольги Пырочкиной. У нас просто вкладок в Чувашкредитпромбанке. Я пенсию там получала. А сейчас как? Надо что-то переоформлять? Интересует, куда обращаться, где писать заявление, когда, в каком порядке будет возмещение. Лишение лицензии Чувашкредитпромбанка и последствия этого уже больше недели. Главная тема – повестки дня региональных СМИ. Однако вопросов у вкладчиков по-прежнему много. Чтобы дать максимально полную, последнюю информацию, их пригласили на встречу в ДК имени Ухсая. В короткие сроки был проведен конкурс по отбору банка-агента. Как вы уже, наверное, все знаете, это Ростельхозбанк. Выплаты начнутся 18 ноября. Денег хватит на всех, поэтому в первые дни банк-агент, скажем так, не надо идти, терять время на то, чтобы стоять в очередях. Выплачивать страховое возмещение будут в течение года. Мы выплачиваем эти вклады в наших 12 точках присутствия. Это три точки в городе. Основная точка выплата – это президентский бульвар, наш филиал. Но и в тех районах, где были домофисы у Чувашкредитпромбанка, еще раз напомню, это Канаж, Аллаты, где у нас все, Батарева, да, там будет выплата. Но поскольку очень много вкладчиков выплачивается здесь в городе, мы близлежащие к нам наши домофисы – это Когеси, Цивильск, Красноармейск – тоже подключили к выплатам. Если вкладчик не обнаружил своих данных в реестре кредиторов, а такое возможно, если у человека кредит в этом же банке или какая-то другая задолженность, нужно обратиться ко временной администрации банка или в агентство по страхованию вкладов. По всем вопросам по вторникам и четвергам жители бесплатно будут консультировать юристы и адвокаты в общественной палате по адресу площадь республики дом 2. С сегодняшнего дня так совпало совершенно случайно. Мы переехали по адресу проспект Московский, дом 3. То есть буквально мы в одном здании, поэтому граждане-вкладчики могут обратиться и будем вместе думать и решать их проблемы. Самая благоприятная ситуация сейчас средовые вкладчики. Им выплаты положены в первую очередь. Получили ответ на вопрос? Получил. Все отделения Россельхозбанка, все они будут выдавать. Много вопросов было в отношении страховой суммы. Миллион четыреста. Это мы знали, но еще раз подтвердили, что не беспокоиться не надо. У кого меньше страховой суммы, получат полностью с процентами. Во вторую очередь, выплаты положены юридическим лицам. Больше всего вопросов у представителей ТСЖ. Мы собирались менять рамы в подъездах. И вот получилась такая ситуация. Накопили денег, потому что трудно накопить деньги. Сейчас накопили деньги и очень трудно. Народ возмущен, конечно, этим. Только в Новочебоксарске в непростой ситуации оказались 22 дома. Мы копим деньги на своем счете для ремонта своих домов. С ресурсниками надо рассчитываться. За тепло, за воду. И поэтому у нас теперь вопрос возникает. А как же быть с этими деньгами, которые у нас накопились на расчетном счете? Сейчас временная администрация проводит анализ активов банка. В зависимости от качества этих активов, возможности их реализовать, будет рассчитываться по покрытию обязательств, которые были у банка. Очередность уже коллега сказала. То есть, я так понимаю, в первую очередь вы не попадаете. Выплаты ТСЖ начнутся в третью очередь. Всю актуальную информацию Временная администрация кредитного учреждения размещает на сайте Чувашкредитпромбанка. Также она есть на сайте правительства Чувашии. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. В Чувашии около 3000 гектаров земли, пригодной для индивидуального жилищного строительства. Именно эти территории будут задействованы в первую очередь для реализации льготной государственной программы «Сельская ипотека». Наша съемочная группа побывала в Цивильском районе. Удобное месторасположение. Недалеко столица Иконаш, крупнейший транспортный узел, делает район очень привлекательным для проживания. Здесь уже подготовлено более 250 земельных участков. Постепенно к ним подводят все необходимые коммуникации. Газ, электричество, водопровод, тепловые сети. Село Чурачики – яркий пример грамотной застройки. Несколько лет назад здесь в рамках федеральной программы устойчивого развития села построили коттеджный поселок со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Продоставлено было жителям нашего села и также нашего Цивильского района земельные участки порядка 45 участков, где сейчас у нас наши жители строят индивидуальные жилые дома. Некоторые участки все еще пустуют. Построить дом – удовольствие не из дешевых. Государственная поддержка как нельзя кстати. Мы с семьей в село Чурачики переехали год назад. Нам здесь очень нравится. И мы надеемся, что совсем скоро по программе «Сельская ипотека» у нас появятся новые соседи. Основным преимуществом «Сельской ипотеки», несомненно, является льготная процентная ставка. Участниками программы льготного кредитования могут стать и городские жители. Проживать и трудиться в сельской местности вовсе не обязательно. «Сельская ипотека» – строго целевой продукт и может быть направлен на покупку земельного участка с готовым домом, участка с последующим строительством дома, а также на строительство дома на уже имеющемся земельном участке. Есть и другие нюансы. Строительство должно вестись обязательно подрядным способом. То есть определенный подрядчик. Это может быть юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. Банк предъявляет строгие требования к подрядной организации. Значит, должен быть определенный стаж работы в этой сфере. Строительство ограничено. В течение трех лет подрядная организация обязана сдать дом. Вернуть людей в село – одна из основных целей – льготные ипотеки. Для этого в бюджете страны на 2020 год предусмотрен 1 миллиард рублей. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика. Уроки успеха проходят в школах Республики. Ребята строят бизнес-планы, учатся составлять деловые бумаги и реализовывать свои намерения. В Кнаше в рамках национального проекта «Популяризация предпринимательства» проходят обучающие курсы для будущих предпринимателей. О том, как Республиканский бизнес-инкубатор готовит деловые кадры – в нашем материале. Азы деловой грамоты школьники постигают по азбуке предпринимателя. От идей к реализации бизнес требует необходимых навыков. Ответственным исполнителем данной программы является Республиканский бизнес-инкубатор. Мы же являемся кураторами образовательного курса «Обучаем основам предпринимательской деятельности», в том числе и налогообложения, и юридические аспекты. Теория тут же подкрепляется практикой. Первичный опыт очень ценен для инициативных и активных молодых людей. Наиболее интересные бизнес-идеи вместе с наставниками ребята разработают для возможной реализации ее в дальнейшем. Это моя мечта с детства – стать предпринимателем, создавать свои бизнес-идеи, проекты, разобраться в том, по какому мне пути следовать. Насыщенная программа курса включает в себя юридические, организационные и финансовые аспекты. Это значит, курсанты научатся с нуля строить бизнес. А начинается все с идеи – яркой, нестандартной, блестящей. Очень перспективно сейчас, поскольку можно развиваться в абсолютно любой сфере деятельности. Можно хорошо в этом разобраться и быть уже, как говорится, как рыба в воде. Быть как рыба в воде поможет также и живое общение с успешными бизнес-тренерами, считает Игорь Моисеев. Это поддержит ребят и научит их видеть подводные камни. Деловые игры будут проводиться, ну и сам курс, он тоже насыщен тренинговыми элементами. 330 инициативных ребят из Чебоксарка, Наша и Новочебоксарска в ходе этих курсов получат возможность сделать стартапы для успешного делового будущего. Заработок довольно-таки высокий, если ты хорошо в это вложишься, ты хорошо можешь контролировать весь процесс, потому что это зависит только от тебя. И насколько сильно человек сам будет над собой работать, настолько же сильно будет развиваться его предприятие. Возраст участников – 14-17 лет. Лет через 10 ряды предпринимателей Чубаши пополнятся молодыми успешными кадрами, что наверняка положительно скажется на экономике республики. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев. Республика. Актер, драматург, переводчик. В этом году Геннадию Терентьеву исполнилось бы 90 лет. Вечер памяти народного артиста Чувашской АССР на днях прошел в Чувашском драматическом театре. Образ Ухтер Муджи, дедушки Ухтера, известен всей Чувашей. Геннадий Терентьев исполнял народные песни под гармонь. Поэтому этот инструмент то и дело звучал на памятном вечере. Геннадий Терентьев сыграл сотни ролей. Он один из ярких создателей образа Чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева в спектаклях Иакима Максимова-Кошкинского. Кроме этого заслуженный артист РСФСР, известен и как писатель. Он автор более 10 драматических произведений, которые с успехом шли на сценах театров Республики. Вспомнить Геннадия Терентьева в Чувашский драматический театр пришли его родственники, коллеги по сцене и преданные зрители. Это все новости пятницы. Я желаю вам хороших выходных. До свидания.